На севере Японии можно найти два десятка мумифицированных тел монахов, известных в миру как Сокусинбутсу. Эти монахи были последователями сюгенда, древней формы буддизма, и умерли, совершив величайший акт самоотречения. Три года монахи питались только орехами и семенами, одновременно подвергая себя изнурительным физическим нагрузкам, лишавшим их запасов жира. Затем еще три года они ели только кору и корни деревьев и пили ядовитый чай из смолы дерева Руси, из которой в Японии производят лак для деревянной посуды. Эта диета вызывала рвоту и быструю потерю соков тела, что существеннее от нее погибали личинки червей, пожиравшие трупы и вызывавшие ускоренное разложение. Наконец монах, подвергавший себя мумификации, запирался в каменной могиле, величиной чуть более собственного тела, и пребывал там, не покидая позу лопа. Единственной связью с внешним миром ему служила трубочка для дыхания и колокольчик. Каждый день он звонил, давая тем знать, что он еще жив. Когда колокольчик переставал звонить, трубочку вынимали, а могилу заваливали камнем. Не всем монахам удавались попытки самостоятельной мумификации. Когда могилы открывали, некоторые тела находили в состоянии разложения. Таких монахов снова запирали в могилах. Их уважали за стойкость и выдержку, но не оказывали им знаков поклонения. Тех же, кому удалось самих себя мумифицировать, почитали равными будди. Их тела выставлялись на всеобщее обозрение, а их последователи ухаживали за трупами. В 19 веке японское правительство поставило Сокусинбуцу вне закона, хотя эта практика, судя по всему, дожила и до 20-го столетия. Продолжение следует...